Шалом! То есть, вопрос звучит так. Если Бог всемогущ и действительно желает нам только добра, то почему он допускает зло? Почему он допускает болезни, войны, убийства, самые разные трагедии? Почему он допускает, чтобы сумасшедший пилот направил свой самолет на горный хребет и утащил за собой на тот свет 150 пассажиров, как это было несколько недель тому назад с самолетом немецкой авиакомпании German Wings? Еврейский вариант о сосуществовании Бога и зла – это, конечно же, вопрос о Холокосте. Если Бог – Бог Израиля, то почему он допустил, чтобы 6 миллионов евреев были уничтожены, в том числе полтора миллиона детей, абсолютно невинных существ? И он был, когда его народ отправляли в газовые камеры. Если он этого хотел, то ясно, что он желает нам не добра, а зла. Если же он этого не хотел, то почему он это не предотвратил? Очевидно, потому что не всемогущий. О Холокосте мы поговорим отдельно в другой раз. Сегодня я просто хочу попытаться ответить на вопрос о том, какого именно добра и какого именно счастья желает нам с вами Бог, и как существование зла согласуется с этим его желанием и с его всемогуществом. Читая Писание, мы с вами видим очень интересную картину того, как зло пришло в наш мир. В первых двух главах первой книги Библии, книги Бытие, еврике Берешит, нам рассказывается о сотворении мира и о сотворении человека. И там мы с вами видим прекрасный сад под названием Эдем, в котором Господь Бог насадил множество самых разных деревьев, и еще два особых дерева. Дерево познания добра и зла. Это одно дерево. И второе особое дерево – дерево жизни. После того, как Господь закончил насаждение, лесонасаждение, так сказать, посадку этих всех деревьев, Он создает в последнем процессе сотворения, Он создает первого человека Адама и помещает его в этот самый сад, для того, чтобы Адам занимался двумя вещами. Писание говорит, чтобы он возделывал его и хранил. От кого хранил, еще непонятно, то ли от колорадского жука, то ли от саранчи, нам еще не сказано точно, но слово «хранил» есть в библейском тексте. И после этого Господь говорит также Адаму еще три важных вещи. Первое. Он говорит ему, как ему питаться. Он позволяет ему есть от всякого дерева, находящегося в саду. Второе. Из этого правила Господь делает одно важное исключение. Он говорит, что запрещено Адаму есть плоды, дерево, познание добра и зла. Он говорит, не ешь эти плоды. И третье, что он ему говорит, он говорит ему о последствиях нарушения этого запрета. Он говорит ему, что если он все-таки съест плоды дерева, познание добра и зла, то он умрет. Смертью умрешь. В русском синодальном переводе. Мавит тамут на иврите. А что Адам знал о смерти? Кстати, когда он услышал слово «смерть», что он мог себе представить? Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что мы с вами понимаем, что на тот момент сам Адам был еще бессмертен. И смерть в человечество, по крайней мере, в рот человеческий, она точно не вошла. Возможно, что-то он о смерти знал. Может быть, случайно раздавил какую-нибудь букашку и увидел, что она больше не дергается. Но это также наши догадки. В любом случае понятно, что, наверное, какое-то представление у него было. Может быть, иначе бы Господь, наверное, не стал использовать это слово. Но все-таки понятно также, что слово «смерть» не означало для него того, что оно сегодня означает для нас с вами. И дальше в саду появляется змей. Откуда он взялся? Еще не ясно. Об этом ничего не сказано. Сказано только, что он был самый хитрый из всех тварей. Змей заводит свою беседу с Евой, с женой Адама, обманывает ее, и Ева нарушает заповедь. Сама ест запретный плод. Затем дает этот плод своему мужу, и Адам тоже его ест. Это событие иногда называют грехопадением. Откуда такое слово «грехопадение»? Потому что имеется в виду, что Адам упал с высоты невинности в грех. И самое тяжкое последствие этого события, оно в том, что теперь Адам и Ева, и все их потомство, имеют врожденную склонность к бунту против Бога. Как эта склонность проявляется, мы видим уже в следующем поколении. В поколении детей Адама и Евы Каин завидует своему брату Авелю и убивает его. И так начинается история человечества, и так она и продолжается. Зависть, ненависть, убийство, войны и тому подобное. Это уже длится тысячи лет, мы не знаем точно сколько. Но так или иначе, не говоря о массе других видов зла, которые творят люди, также о самых разных болезнях, самых разных других последствиях грехопадения, их предостаточно. Они все у нас на глазах каждый день. И в этой связи логично задать вопрос о том, кто же несет за все это ответственность. Разумеется, каждый из нас несет ответственность за свои собственные поступки. Признаем мы эту ответственность или нет, это другой вопрос. Надо признать, что это мы только можем признать, что признание ответственности часто нам дается с трудом. Мы списываем свои решения и поступки обычно на обстоятельства, или перекладываем их, ответственность за них, на других людей. Адам и Ева сделали именно это, когда Бог спрашивает Адама, не ел ли он запретный плод, тот отвечает следующими словами, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. То есть, если послушать Адама, то получается, что выходит, во-первых, виновата жена, это она дала ему этот запретный плод, а во-вторых, если уж зрить в корень, так понятно, кто на самом-то деле виноват. Виноват Бог, который эту женщину создал. И получается, картина совсем уж неприглядная. Вообще, не приди в голову Богу этой идеи создать женщину, без которой мне, собственно, и Господь, и так было неплохо, но ты сказал, что нехорошо человеку быть одному, вот и появилась женщина, вот заварил ты кашу. Так что вот такая вот ситуация. Ева, конечно же, ведет себя точно так же, когда Бог спрашивает ее, что ты сделал, она отвечает, змей обольстил меня, и я ела. Ну, то есть, я не виновата. Я, да, я съела, но я не виновата. Виноват змей. Это все он. Если вы помните такой фильм «Бриллиантовая рука», там была замечательная фраза «Не виновата я, он сам пришел». В общем, получается, все очень запутанно. Если послушать Адама с Евой, даже в таком простом деле, как поедание запретного плода, концов не найти. Никто не признается, ну а что уж говорить о глобальных проблемах человечества. Будем искать виноватого, кто за них отвечает, да? Но, к счастью, на словах Евы и Адама история не заканчивается, потому что далее Бог переходит от допросов к вынесению приговора. И поскольку мы понимаем, что он не осудит невиновных, этот приговор надо изучить очень внимательно. Из него мы сможем понять, кого считает ответственным за происшедшее сам Господь Бог. Первым делом достается змею. Бог объявляет ему проклятие. Во-вторых, достается Еве и, наконец, Адаму. Мы сейчас не будем вдекать в детали приговора каждому из них, но отметим, что поскольку достается всем троим, то ясно, что Бог считает каждого из них ответственным за вклад каждого из них, так сказать, в эту историю неприятную, которая называется грехопадением. Змея Бог считает ответственным за обольщение Евы, а Еву и Адама он считают ответственным за нарушение той заповеди, которую он им дал. И вроде бы все ясно, да? Бог все создал прекрасным, как написано в книге Экклезиаста. Все создал он прекрасным в свое время. То есть, он тут совершенно ни при чем. Он дал единственный запрет, и люди его нарушили. Так что, все претензии к ним и к дьяволу, тоже приложившему свою грязную руку к этому делу. Но если быть честным до конца, то нам с вами придется задать еще пару вопросов. Мы должны признать, что именно Бог создал такую ситуацию, в которой грехопадение стало возможным. Ведь это он посадил в Эдеме и дерево познания добра и зла, и все остальное. И это он попустил змею беседовать с Евой, заранее зная, чем это закончится. Он не предотвратил грехопадение. Хотя мог. Он мог бы остановить Еву в тот момент, когда она потянулась за плодом. Он мог бы прикрикнуть на Адама в тот момент, когда Ева протягивал ему этот плод. И тогда все на нашей планете оставалось бы таким же прекрасным, как было в самом начале. Авель был бы жив и здоров. Каин не завидовал бы ему. Не было бы голода, рабства, болезней, нищеты. Не было бы коррупции, абортов, наркотиков, проституции, убийств и прочих ужасов. Ужасов, которые Бог предвидел. Ведь он же всезнающий. Предвидел и не предотвратил. Так не получается ли, что и он несет некоторую ответственность за то, что произошло в Эдеме? А может быть даже не некоторую ответственность, а как минимум равную со всеми остальными участниками этой истории? А то и самую большую. И если он тоже ответственен за происшедшее, то берет ли он на себя свою меру ответственности? Или же он только раздает наказание всем остальным виновникам, а самому себе все грехи отпускает? Если так, то он, надо сказать, неплохо устроился. Ну, он же Бог. Ему же можно. Что же мы на это скажем? Да, действительно, это Господь создал возможность грехопадения. И тут мы должны задать следующий вопрос. Почему? Зачем? И, по-моему, на этот вопрос есть лишь один ответ. Мне кажется, что Бог хотел дать человеку возможность делать свой самостоятельный, свободный выбор. Когда мы говорим выбор, мы должны с вами понимать, что имеется в виду, есть из чего выбирать. То есть, есть как минимум два варианта, а не только один, хороший. Есть два варианта, хороший и плохой. И вот из них человек выбирает. Свобода выбора означает, что Бог создал нас не марионетками, а существами со свободной волей. И, кстати, Библия ни разу не использует выражение свободной воли. Но она призывает нас очень ясно, явно, открытым текстом. Она призывает нас делать выбор. И также говорит о том, что мы ответственны перед Богом. Что Бог будет нас судить и судит нас за наши решения и поступки и слова. Он спросит нас однажды за то, как мы прожили нашу жизнь. И ведь мы с вами понимаем, что с марионеток спросу нет и быть не может. Они просто куклы, которыми управляют с помощью ниточек. Но если с нас есть спрос, это означает одно. Это означает, что мы не куклы. Что у нас есть какая-то мера собственной ответственности и собственной свободы. Ведь куклам не дают заповедь. Потому что у них нет мозгов и нет способности действовать самостоятельно. А у нас все-таки есть и то, и другое в какой-то мере. Когда Бог дал Адаму заповедь, он хотел, чтобы Адам выбрал послушание. Выбрал из чего? Выбрал из двух вариантов. Послушание и непослушание. То есть соблюдение заповеди и нарушение ее. Вот зачем появилось дерево познания добра и зла. И человек использовал свою свободу неправильно. Почему, этого мы не знаем. Но что мы знаем, это то, к чему это привело. Адам и Ева услышали из уст Бога слова проклятие за непослушание. Но ограничился ли Бог тем, что он просто произнес свой суд и выгнал людей из рая? Конечно, нет. Прежде всего, Господь Бог закрыл путь к дереву жизни согрешившим людям. И сделал он это по великой своей милости. Потому что если бы теперь Адам, после того, как он съел плод дерева познания добра и зла, съел еще и плод дерева жизни, то зло в человечестве стало бы вечным, то есть необратимым. Мы просто были бы потеряны навсегда, на всю вечность, безвозвратно. Нас уже невозможно было бы спасти. Во-вторых, поскольку Бог все-таки действительно Сам, как мы сейчас признали, создал возможность грехопадения, Он взял на Себя также и полноту ответственности за исправление этой ситуации. То есть за то, что мы с вами называем искупление. Он послал в мир своего собственного Сына, Мессию Ишуа, для того, чтобы Тот понес на Себе грехи всех людей, живших когда-либо, и пострадал за нас. Другими словами, дав человеку свободу выбора, Бог Сам уплатил огромную цену этой свободы. И поэтому никто не может упрекнуть Его в несправедливости. Итак, Бог не является автором зла, однако Он допустил злу прийти в наш мир, для того, чтобы испытать нас. Какого же счастья Он желает нам? А вот какого. Ему нужны не просто сытые, упитанные и счастливые детишки, у которых есть любая игрушка, которой только они могут пожелать. Конечно же, Он любит нас и желает нам счастья. Но точно так же, как я хочу, чтобы мои дети выросли и стали не просто успешными в жизни, а в первую очередь порядочными людьми, живущими в ладах со своей совестью, тем более, Богу важно, в первую очередь, чтобы мы были не счастливы, а чтобы мы были настоящими людьми. То есть, как я это определяю, чтобы мы умели выбирать его не только тогда, когда это окупается, когда это легко, популярно и щедро вознаграждается, а также, когда это трудно, непопулярно и означает неприятности, маленькие или большие. Короче говоря, Он хочет, чтобы мы отвечали взаимностью на Его любовь. А Он полюбил нас так сильно, что ради нас пожертвовал самым дорогим, что имел, своим собственным сыном. Спасибо. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok